Участие в фестивале Все педагоги. Мы педагоги со своими детьми, мы педагоги со своими родителями. Мы все равно проявляем какие-то педагогические навыки, которые получаем во всей этой работе. Навыки коммуникации, навыки совместной деятельности. Поэтому успехов вам! Мы впервые в этом году попробовали вот такую социализацию. На стадии подготовки ребята проявили достаточную инициативу и фантазию. И действительно оказалось так забавно и так интересно и самим нам, взрослым, которые крутились вокруг них участвовать. И развито очень волонтерское движение над младшими ребятами нашего комплекса. Это над тремя детскими садами. Мы часто выходим к ребятам, проводим мероприятия. Поэтому желающих принять участие в этом проекте у нас было много. И надо сказать, что ребята в общем-то все приготовили самостоятельно, без помощи взрослых. Конечно, волновались немножко, как нас примут дети. Но потом, когда вот после самого занятия они делились мнениями и ощущениями своими, то был удивительный момент, когда они все отметили, что как только дети вошли и с таким желанием подошли к ним, обняли их, то все пошло, что называется, как между давно знакомыми, хорошими друзьями. Ученики, да, уже будучи специалисты практически профильного образования. Получили очень много знаний о детстве, о детей, о работе с детьми. И, конечно же, вышли на организацию своего мероприятия с опытом, с теоретическим пониманием такой начальной педагогики. И у нас дети, они очень в этом отношении очень самостоятельные. То есть мы, конечно, им помогаем, предлагаем там разные виды сценариев. И вот в данном случае мы им тоже предложили, мы привезли с собой два сценария. Дальше уже ребята сами, да, то есть они готовятся, репетируют. А когда наступает само мероприятие, то здесь даже есть доля импровизации. То есть ребятам, ну, все равно, любое мероприятие, оно же не всегда идет прямо строго по плану. Какие-то бывают отклонения, поэтому наши ребята, я могу сказать, что они, наверное, у нас уже профессиональные ведущие, профессиональные артисты. Потому что очень часто принимают участие в разных мероприятиях. Ну и вот не было такого, чтобы они сказали, что мы не будем или мы не хотим. Всегда очень активно. И в данном случае в этом мероприятии тоже участвовали очень активно. На самом деле мы исходили с того, что, вот, по крайней мере, я, когда мы готовили этот проект, что они делают максимально сами все. Я только смотрю на промежуточные стадии, что у них получается, что не получается, и корректирую, если уж совсем никуда выходит. Вот. Второй момент. Мы хотели, чтобы они максимально проявили себя в этом проекте, чтобы действительно, ну, вот, то, что они именно умеют, то есть их некая уникальность, она проявилась именно в их работе с детьми. И я думаю, что это очень хорошо сработало. Они считают, что проект удался, им было работать интересно, ну, соответственно, раз участники довольны, то и руководители довольны. Мне кажется, что любая общая деятельность вокруг одной большой задачи, в первую очередь, сплочает участников этой деятельности. И, конечно же, если мы говорим, что эта деятельность, эта деятельность сосредоточена вокруг детства, потому что наши участники выходили к детям, взаимодействовали с детьми, вспоминая себя с детьми, автоматически попадали, как будто бы, в ощущение детства, такого раннего, раннего школьного детства. Сплочение, сплочение стало как бы само собой. Да, на самом деле, многие ребята сдружились в соревновательном таком, в добром именно соревновательном режиме. Они лучше друг другу знали. И я думаю, что как раз вот если мы говорим про межсетевое, там, сетевое взаимодействие, то это, в первую очередь, люди, которые вместе что-то делают. И они будут дальше, я думаю, поддерживать эти контакты и развивать. Дети встретились не просто в учебном формате. Пиши, уходи, делай. А вокруг такого некого праздника, дети все более свободны и могли, да, делиться своими искренними какими-то действиями, движениями, готовы были делиться друг с другом. Да, это круто. Ну, на самом деле, во многих школах, ну, я просто ни в одной школе работал, не хватает как раз вот этой вожатской работы, то есть преемственности между старшим, средним и младшим звеном, когда как в семье есть братья старшие и младшие, да, так и в образовательной организации это было, это где-то есть в некоторых школах, не везде это получается. Ну, в какой-то степени, ну, это, к сожалению, в нашем случае это все-таки разовое мероприятие, мы бы хотели больше, но немножко ресурсов не хватает. В большей степени именно организации страны взрослых, а именно ребят в этом направлении. Большое спасибо вашему университету, что вы развиваете вот такие способности у ребят. Они еще больше в своих возможностях как-то утверждаются, могут презентовать свои результаты своей работы, ну и, конечно же, проявить свои творческие, организаторские способности. Субтитры создавал DimaTorzok